Благоустройство Наринмара и поселка Искатели обсудили в администрации Ненецкого округа. По предварительным итогам реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в уходящем году удалось сделать практически все и даже немного больше. 59 заявок от жильцов 81 многоквартирного дома поступило в мэрию на участие в проекте формирования комфортной городской среды, что составляет 24% от всего жилого фонда города. По мнению главы Наринмара Олега Белака, активность у горожан очень хорошая. В апреле этого года экспертная комиссия определила первоочередные объекты благоустройства. Это 60 лет октября, 48 Б, Г, строительная 10 А, а также 60 лет октября, 6, 8, 10, кроме того, Учейского 22, Ненецкая 2, 4, Рыбников 3 А, 6 А, 6 Б, Титова 3, 4. Благодаря экономию бюджетных средств удалось установить светильники около домов по адресу 60 лет октября, 6, 8 и 10. В поселке Искатели план по проекту также выполнили. Удалось благоустроить три дворовые территории. По словам главы муниципалитета Григория Коваленко, проект пока не нашел большого отклика среди населения. Было подано всего шесть заявок на участие, но это пока, уверен Григорий Борисович. Немного заявок поступило, шесть может быть, потому что и люди несколько инертные, но сначала они мало верят в это, но поступили. Мы отобрали, соответственно, просчитали, какие объекты у нас. Просчитали, нам было три объекта. Общественная территория – это на факеле перевод газовиков и две тоже территории, они тоже там общественная территория, одна детская площадка. Надо отметить, что проект реализуется совместно с жителями муниципальных образований, управляющими компаниями и представителями общественных организаций. Они не только вносят свои коррективы и предложения по благоустройству микрорайонов, но по факту должны следить за сохранностью готовых объектов. Сами вносить посильный вклад в создание уюта в своих дворах, считает заместитель губернатора Алексей Еремеев. Чтобы они несли тоже ответственность, свою нравственную, за то имущество, которое им установлено для их же детей, для пользования самих жителей в дворовых территориях. В планах продолжить реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на территории округа. В следующем году в нее включат еще два муниципалитета посела Красное и село Несь. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.